Перекрёсток улиц Кузоватовская и Рябиково внесён в список самых аварийных участков. И не зря, буквально на днях, утром 25 января здесь произошло ДТП, в результате которого машина отлетела в железное ограждение. Случай, к сожалению, не единственный. Аварии на этом участке дороги не привязаны к времени года. В сводке новостей регулярно появляется информация о пострадавших. Ключевую роль в ДТП играет жажда скорости. Стрелка на спидометре поднимается выше отметки 60. И если здесь в 90% случаев вина лежит на плечах водителя, то, к примеру, на московском шоссе в русскую рулетку играют сами пешеходы. Перебегают дорогу в неположенном месте, думают, что окажутся быстрее машины. А в итоге за 5 минут, так и не потраченных на ожидание зелёного сигнала светофора, люди платят годами жизни. Неутешительные цифры статистики озвучил глава города на профильном совещании. За прошлый год, за 2021 год, 24 человека погибло на автомобильных дорогах. Город Ульянска свыше 800 человек ранено, получили повреждения. Сегодня мы провели анализ аварийности по итогам 2021 года. На первом месте у нас находится дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. Здесь вина, как правило, обоюдная и пешеходов, и водителей транспортных средств. Конечно же, немалое место занимает дорожно-транспортные происшествия, вызванные несоблюдением правил дорожного движения водителями и превышение скоростного режима. На третьем месте ДТП спровоцированы погодными условиями – гололёд и снег. В 2021 году 22 машины съехали с обочины. Особенно остро проблема ощущается за чертой города. На минувшей неделе два депутата попали в аварию по пути на встречу с жителями Маньского района. Техники на расчистку дорожного полотна не хватает. Плюс ещё 20 спецмашин вышли из строя. Тем не менее, как отметил первый заместитель председателя правительства области Андрей Тюрин, за два года удалось улучшить статистику. Должен сказать, что за 2020 год, за 2021 год нам удалось добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий на территории региона. Нам удалось добиться снижения количества погибших на 18%. Это очень хороший показатель, но в то же время мы прекрасно понимаем, что за сухими цифрами статистики стоят чьи-то жизни. Сдвинуться с мёртвой точки удалось путём обновления дорожной сети Ульяновской области. Так, на городских артериях появилось больше тысячи новых дорожных знаков, 30 пешеходных переходов и почти 5000 погонных метров барьерного ограждения. Но ставить финальную точку в организации безопасного дорожного движения ещё рано. Цель, которая сегодня стоит перед министрами и областным правительством – три с половиной раза снизить смертность на дорогах. В текущем году мы планируем отремонтировать в рамках национального проекта безопасной качественной дороги около 140 километров. И плюс ремонт местных дорог в рамках субсидий из Дорожного фонда планируется выполнить ремонт на автомобильных дорогах протяжённостью более 200 километров. Финансирование на комплекс дорожных работ включено в документ бюджета области на 2022 год. Осталось сдержать слово и обеспечить безопасность всем участникам дорожного движения. Александра Никитина и Артём Куранов. Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова